Евреи и арабы в Северном Израиле стоят, взявшись за руки, образуя живую цепь мира. Нынешняя ситуация заставила меня выйти из моего дома. Я чувствую, что это должно быть сделано. Наоми услышала о мирной инициативе живой цепи мира от арабской женщины по имени Амна Кнанна. Амна, инициировшая создание живой цепи мира, полагает, что мирное сосуществование между Палестиной и Израилем возможно. Обе стороны должны найти компромисс. Я думаю, что тогда мы сможем жить в мире и гармонии. Две нации смогут существовать, соблюдая взаимное уважение и поддержку. Поэтому я открыла двери своего дома и пригласила евреев и арабов, чтобы начать диалог. Я делала это в течение всей войны. Ева Бреннер – австрийская художница. Ева прибыла в Израиль до того, как возникла живая цепь мира. Я счастлива, что получила шанс быть частью этого события. Я хочу сказать моим европейским коллегам, что люди в Израиле хотят мира. К сожалению, за прошедшие две с половиной недели мы не видели данной акции ни по австрийскому телевидению, ни по любому из европейских каналов. Я видела только сторону сектора Газа. Видела убийства и взрывы мёртвых детей и женщин. Я не видела людей в Израиле, желающих мира. Как доказательство мирного сосуществования, арабская деревня Кара открыла арабско-еврейскую школу, названную «Мост на Вуде». Значение этой школы в том, чтобы проложить мост между людьми, между общинами, арабскими и еврейскими студентами по всему району. Дети Таки и Офера учатся в арабско-еврейской школе. Эти два отца принадлежат двум различным нациям. Они даже придерживаются различных политических убеждений, но стремление к взаимному пониманию примеряет их. По моему мнению, война всегда наихудший выбор. История показывает, что война никогда не была решением. Мы очень хорошо знаем, как убивать друг друга. Давайте начнём узнавать, как жить друг с другом. НТД Кваркара, Израиль Субтитры создавал DimaTorzok